Привет! Добро пожаловать на наш батл. Тренер против доктора. Сегодняшней нашей темой будет бегать или не бегать. Вот в чем вопрос. Мы рассмотрим такой вопрос, потому что очень часто пишут, мол, все, нужно срочно худеть, начну бегать. Итак, что думает об этом доктор? Хорошо. Касательно бега, в целом я к бегу отношусь неплохо. И мне бегать нравилось в свое время, но использовать его как средство для похудения, особенно когда начинают сразу с места в карьер, я против этого. Или если люди, допустим, нетренированные, просто начинают сразу бегать по асфальтовому покрытию, по бетону, в неподходящей обуви совершенно. Ведь бег – это, по сути, череда прыжков. Которую нужно амортизировать всем нашим амортизационным системам организма. И если подходить к этому бездумно, можно очень быстро убить, простите за выражение, свои колени, позвоночник свой в целом, стопу. И говоря о беге, на мой взгляд, гораздо более энергоемким, а значит, соответственно, более продуктивным в плане похудения является интенсивная ходьба. И, соответственно, это более эргономичные движения. Но я не говорю о спортивной ходьбе. То есть это что-то среднее между прогулочным шагом и спортивной ходьбой. Потому что во время ходьбы, для того, чтобы у нас позвоночник работал, межпозвонковые хрящи не имеют сосудов для питания, они получают питание только при помпаже. То есть я рассуждаю с позиции еще либо восстановления хрящей межпозвонковых, либо недопущения их травматизации. Должна быть амортизация, то есть должен быть помпаж, чтобы эти хрящи работали, чтобы они получали питание. То есть ходьба должна быть интенсивной, чтобы плечевой пояс тоже работал. Это не та ходьба. Очень часто бывает, приходят, я прохожу 10 тысяч шагов. А вопрос, как ты проходишь 10 тысяч шагов. Ведь пройти 10 тысяч шагов можно по-разному. Гораздо эффективнее можно пройти, допустим, тысячу шагов или две. Поэтому здесь цифра не является показателем качества. Опять же, если отвечать напрямую на вопрос, бегать или не бегать, к бегу нужно прийти. Вот я бы сказал вот так. Сначала мы ходим. Он говорит, правда. Правда. Бузя поддерживает его мнение, я не могу спорить. То есть, отвечая на вопрос, бегать или не бегать, я бы сказал так, что к бегу нужно прийти постепенно. То есть мы начинаем ходить. Если исходим из того, человек начинает только тренироваться. Мы начинаем ходить. И только затем можно приступить к бегу. Хотя, честно говоря, в плане похудения я бы оставил интенсивную ходьбу, а не бег. Совершенно согласна с доктором, потому что очень часто слышу этот момент, когда все, завтра худею, я там раньше бегала по 10 километров, я тоже сегодня это могу сделать. Ай-яй-яй, после первой пробежки у них начинает болеть коленка. Болит коленка от бега, может, даже у профессионала. Смотрите, батл номер один, в котором мы говорили о боли в коленке у меня. И почему она появилась, и что можно сделать с этим. Да, бег это не самый лучший вариант для похудения. И я практически категорически против того, чтобы начинали сразу с бега. Даже если вы когда-то бегали, и много бегали, и так далее. Если вы уже долгое время не делали вообще кардио, и тут вы решили начать похудение, обычная прогулка, это будет даже намного лучше и для похудения, и для вашего самочувствия, и для вашего здоровья, чем бег на тем более долгие дистанции, которые очень часто хотят сразу же начать делать. В этом случае вы должны, во-первых, также и подбирать правильную обувь. Что я также получила из личного опыта, когда решила пробежать полумарафон по асфальту, что тоже не рекомендую начинать делать, когда вы только начинаете бегать. И мои колени очень были несчастливы насчет этого. И потом месяца три я просто восстанавливала свои колени, можно сказать, чтобы не было таких болевых ощущений. Элементарная прогулка, проходка в быстром темпе. Как и сказал доктор, на беговой дорожке, если вы хотите увеличить нагрузку, может там поставить наклон или эллипсоид, или велосипед. Все любые кардионагрузки будут лучше, чем просто начинать бегать в один прекрасный день, особенно после долгого перерыва. И особенно, если у вас есть лишний вес. Опять же, вашим суставам ничего хорошего не сделает эта пробежка, когда вы просто встали и побежали. Начинать все нужно медленно, с умом, с расстановочкой. И опять же, выбирать и правильную обувь, и начинать с правильного разогрева, и с правильной разминки, заминки, растяжки и так далее. Чтобы, опять же, ваш путь к похудению не прекратился после первой тренировки. Поэтому, если рассматривать вопрос, бегать или не бегать для похудения, то я бы все-таки сказала, начинать это очень плавно, начинать с прогулки, проходки и постепенно увеличивать нагрузку. Но категорически против бега, как начального этапа. Так что, на этот вопрос, бегать или не бегать, в нашем баттле мы соглашаемся, что бегать сразу не рекомендуется. Начинать очень медленно, равномерно, и постепенно можно себя привести, опять же, к правильному режиму тренировок. Того же бега. Для этого даже лучше нанять хорошего профессионала, которого, между прочим, я сделала. Я работала с профессиональным спортсменкой по бегу, которая мне правильно расписывала программу тренировок. И все же я получила травму даже с тренером. Никто от этого не предохраняет вас, что у вас все прекрасно. Поэтому, делайте все с умом, и чем плавнее у вас будет процесс происходить, тем надольше у вас останется результат и без лишних повреждений. Ну что, договариваемся, что... Беговая ничья. Да. Итак, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Пишите в комментариях ваши, может, из вашего опыта, как вы начинали бегать, и были ли какие-то проблемы у вас или нет, или у вас успешно начался процесс похудения с бега и без каких-либо болевых ощущений, там, зап для вас. И также пишите, если у вас есть другие вопросы, мы будем рады ответить на наших баттлах. До следующих встреч. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok